Реки Тверцы Мы хотим основать город для торговли. Город ради торговли. Чтобы всему глава здесь была торговля. И назвали свой город они изначально 900 лет назад Новый Торг. Старый это Новгород. Новый Торг это вот где мы сейчас проезжаем. Получается что взамен Новгорода сами же новгородские купцы и несколько семей здесь основы поселения. Ради торговли. Удобно. Первое удобство это то что здесь проходила во-первых дорога из Твери и Суздинских земель на Новгород. Во-вторых здесь река Тверца. Мы сейчас ее не видим. Она справа находится вот за этим домиком. Мы сейчас ее поближе рассмотрим. Во-вторых Дарик от Витца. От Витца впадает Волгу. А от Волгу впадает Каспин. О чем можно говорить? Конечно. Этот торговый путь и церковь греки. Присо их обсуждения. Как от Витца мы не знали никогда. Дальше. Когда появился у нас Санкт-Петербург. Тогда торговли вообще расследовали. Это Международная дорога в 18 веке. Как и раньше. Прогревание 3-15 столетий. Она проходила вот здесь. Вот эта дорога по которой мы едем. Вот так вот здесь. Прямо посмотрите. Вот так вот. Посмотрите. Виде так. Пешеходные переходы. С вакцины на дорогу. Вроде ходят. Да. Ваши маршрутки. А вообще эта дорога. Вот Тверка. Она видела всю нашу историю. Всех израческих личностей. Вся русская культура. По операторам. По операторам. По операторам. По дворам. Все. Обязательно. Странные вопросы. Все вот здесь приезжали. А где была по этой дороге? Это главная дорога России. К Косудареву. И вот сейчас вот эта улочка Косударевой дороги называется просто улица Дзержинского. А изначально это была Въездная. Петербургская торговая улица. Почти ко всем названиям улиц мы поощадили. Мы добавляем торговая. Ильинская торговая. Московская торговая. Главная торговая улица. Торговая улица. Торговая улица. То есть все-все-все. Здесь везде торговля была. И раньше говорили. В торжок выезжаешь. И целые карманы денег. А выезжаешь. Ничего не унести. Все накуплено. Торжок. Торговый город. Суть торговли. Жизнь торговли. Законы торговых людей. Купцы первого торжка. Так вот. Новый торг. Это первое название торжка. И потом люди стали лимпы сносить. Новый торг. Новый торг. Новый торг. Себя они назвали новатором. И главное новатором. Здесь не новатором, а новатором. То есть новые торговцы. В новом городе. Ради торговых. До сих пор местные жители справы гуляют. Это все новаторы и новаторки. А вот новый торг. Себя название города. Стали милать. Стали просто ласкать. Уменьшительная ласкательная форма. Торга. Торжцек. Не прижилось. А торжок. Пожился. Пожился торжок. И стало музыкально. Понятно. Действительный город в нашей стране. Такого характера. Торжок. Торговый город. Да. Изначально новый торг. Торжок. 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 Пожился ласкательная форма. Жители. Да. Жители мы называем новаторами. Население торжка. 45 тысяч человек. Город небольшой. Здесь очень мало предприятий. Вот слева. Это Тверской вагоностроительный завод. Филиал. Только лишь какие-то мастерские. Тверского. Тверского вагоностроительного завода. Потом чуть дальше. Слева. Впереди там уже показалось. Здание. Это Пож-техника. Торжок производит пожаротушительную технику. В торжке. Но если подприятие ШЭМ. Оно, к сожалению, закрылось. Уработали долгие приютвременные. Закрылось это подприятие. Ну вот как-то так же. Город магазина Пятерочки. Всевозможность левосправа. Но этот город, как мы с вами знаем, он сохранил два своих бренда. Два своих бренда. Первый бренд – это пожарские котлеты. Мы о них поговорим после остановки. В пятницу будем еще продавать эти котлеты дегустировать. Будем их продать полноценно. В пятницу. И второй бренд – это Пож-жокская запас. Закрылеты дегустированные. Да, это осталось. Оно даже сликло в 15 веке. И осталось на ваших брендах. Благодаря чему, кажется, господи, уже все могут китайцы. Нет. Вот этого не могут китайцы, что могут именно новатору. Благодаря училищам. Благодаря училищу золотошвейное мастерство. Благодаря местам мастерицам. Благодаря фабрике золотошвейное. Все это осталось. И мы с вами в пятницу будем посещать музей профабрики. Буквально фирменный, первый магазин, где наливают сами на всю эту продукцию. Так что торговский завод на шитье осталось, существует, есть, будет и живет. Еще и здравствует. А мы с вами проезжаем центр города. Это главная улица. Ну, как обычно, тут торгуют. Но есть кое-что интересненькое. Справа, сейчас посмотрите. Деревянный дом. Был, ну, был и окна. Был и мальчики всплывался на музей. Да, это дом. А с облаком Олениных. Олениных, они со всплывали очень часто. Мы приезжали позвонить Сергеевич Прушкин. Сейчас Оленины здесь лежат. Но музей Прушкина находится вот этот дом. В нашем ту литературный ответ мы посещаем музей Прушкина. Мы с вами сейчас около магазина Барс. Будем уходить направо. Налево уходит старая государева дорога, на которую Пушкин ездил. И мы с вами на Ильинской торговой площади. Справа собор Ильинский 18 века. Видим пункт за Степан Розин. Вот это верхняя главная улица Ташка. Вот она наша провинция. Старая. Красивая. Старая наша провинция. Видите, тут еще дух 18 века. Вот справа страна, маленький трюкенок, к чему они относятся. Видите, лучше. Справа далеки в глубине, на видимости обуви колонны, что такое развалившееся. Это императорский дворец самой магазина Барс. Понимаете? Да. То есть если мы смогли бы создать гендарную, гендарную комнату, то значит смогут возродить, вырастить эти здания, вы создать, обновировать их. И все будет великолепно. Вот сейчас мы проезжаем комплекс Воскресельского монастыря. Когда-то здесь-то возникла золот наша тюрьма. Недействующий монастырь. Тут находится фабрика, где вообще шлют для тюремщиков одежду. Недействующий монастырь. Что красиво, еще есть в Ташке такое, глаза запоминающиеся. А вот слева, смотрите, сейчас. Оп. Сейчас еще раз увидим. С левой стороны. Сейчас мы увидим с вами комплекс. Это монастырь Барсаневский. Вот ему через, ну, 16 лет будет тысяча лет. Вот это по счету на Россию. И как отвертся, отвертся, слева Бариса Гребскина, на холме. Мы сами там побываем, впадут все, а в обязательном порядке. Вот он там жук такой, ладони, ведь город видим. Направо, аккуратненько, уходим. И теперь смотрите, слева и столица два храма. Ближе к нам храм, к Руси, архитектор. Вот тут он обернулся, право, в нашей провинции. Это храм преображения Господня. Он реставрировался целый, подлинный к архитекту Карлу Руси. Он много построил, да, в самой Твери. Слева администрация города Таршка. Маленький город, маленькая администрация. И мы с вами обезжаем на главную торговую улицу города. Ну, меньше, это просто площадь златы января. И тут у нас два дела. Первое, это туалетная комната. Она все открыта. Мы можем, 20 рублей, мы просто, туалет. А слева впереди можно снять денежки. Слева страны, Сбербанк, можно снять деньги. И мы с вами через 15 минут в этот этаж. Будьте так готовы, сейчас будет другая дорожка, немножко. Сейчас тут у нас все. Сбербанк. 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 Дом культуры профсоюзов. Такое типичное здание для советского периода с правой стороны. Дом культуры профсоюзов. Вы в профсоюзе стоите кто-нибудь из вас? Стоите. Вот надо сюда приезжать. Театарь и постановки. Куда сюда. А слева памятник Пушкину нашему. В черном теле, да. Мы потом его увидим еще как-то поближе будем проезжать. Пушкин. А никто не знает. Вот в 73-м году Рукавишников изобразил Пушкина в таком теле. И все. Никакой описи ничего не сказано. Пушкин похож на себя. Все нормально. Ну и потом сказали, это памятник какому-то негру. Их поправили. Не какому-то негру, а это прадеду Пушкину. А прям каннибал уже негром был. Принц и подходит. Вот так и остались жить спокойно. И хотя площадь, не площадь, вернее, а автобусная остановка за памятником Пушкину, это как раз, так местные говорят, за памятником негру. Я буду за памятником негру остановить, пожалуйста. Вот так все говорят. Мы с вами съехали с наших дорог. Поехали на дорогу в сторону Селегера. На самом деле из Москвы по этой дороге москвичи не ездят. Из Москвы там другая дорога, прямая, постойно у них, они там ездят. Там, у них более-менее, да, там побыстрее от Москвы, там ехать 4 часа всего на машине. 4 часа и вы уже на Селегере. Москвичам удобно. А тут у нас получается прям большое путешествие насостоящее. И у нас дорога Тожокская, старинная, по которой мы едем. Вот нашего императора Александра Первого тоже по этой дороге везли. Ехал тут тоже, все нормально было. Доехал, доехал. Тожокская, старинная, по которой мы едем. Реставрация этого монастыря. Так вот, этому монастырю тысячи лет, как мы с вами выяснили. Скоро будем праздновать. И вот за оставшиеся 17 лет здесь должны сделать хорошую, мощную реставрацию. Потому что этот монастырь тоже такой же, вон, с претензией на что-то императорское. Побесный такой, импозантный этот монастырь. Но, например, перед нами храм желтого цвета. Это цельная, подлинная постройка конца 18 века. Причем сюда приехала императрица Екатерина Великая. И говорит, надо срочно на месте старого храма, его свести надо, он данный старого храма виден, поставить новый храм, богатый и красивый. И вот поставили Борисоглебский собор. Это монастырь в честь князей-мучеников Бориса и Глеба. Недавно был праздник Бориса и Глеба, князя-мученики. Это главный собор в честь этих святых главных храмов монастыря. И вот там и Боровиковского, и Росписи с украинской храмами. Но пока еще рука реставратора не дошла до этого храма. Еще через год только лишь его будут респектировать, потом уже будут как-то его реновировать, реставрировать. Причем первый, как говорится, камешек, да, кирпичик в основание этого храма заложила сама Екатерина Великая. Вот она сюда приезжала, в этот город, и она подошла в стойке этого храма. Ну, а архитектор этого храма Николай Любов. Мы еще о нем поговорим. Николай Любов – это храм Куличи Пасха в Петербурге, здание Почтампа в Петербурге, Пиратский дворец в Гатчине. Помните? Николай Любов, да-да-да. Вот как раз это его постройка. Это он приведет. А вот этот храм высокий. Это уже начало девятнадцатого века, храм через масса петербургного храма. И причем тоже все росписи там сохранились. Три входа между этажами перекладины. Ну, полностью портленный храм. И вот его начали реставрировать наконец-то. Если вы были здесь года три назад, то, возможно, вы поднимались на этот храм наверх. Это смотровая площадка раньше была. Так что девятнадцатый век, архитектор Ананин. Это местный Тверской. Ну, а здесь, с этой стороны, посмотрите, в глубине, в глубине. Видим с вами здание. Оно кажется, что семнадцатого века. Во всяком случае, окна. Так, стилизованы под семнадцатый век. Это здание прошлого года. В том году его поставили для монахов. Если придут сюда монахи, то они будут жить вот в этом здании двухэтажном вдалеке. А вот справа, вот этот корпус, это настоятельский дом, управление монастырем. Его уже почти полностью отреставрировали. Это сейчас для паломников. Это небольшая гостиница. Ну, и вот перед нами храм, который здесь открыта. Это храм в честь ведения Пресвятой Богородицы. Он действующий. Так как только начинается возрождение монастыря, то в этом храме только лишь службы, там минимальное убранство, службы только лишь раз в неделю по праздникам проходят. Вот так вот. Потом можете зайти. Мы идем дальше. Пойдемте. Будьте старым торжком. Город здесь как на ладони. Ну, мы полностью его просматриваем. Полностью. От начала и до конца. Город Торжок на шести холмах. Вот это первый холм, самый главный, самый высокий, самый большой. И, как мы понимаем, тут умещается монастырь, да, вот, который сейчас реставрируется. И буквально вот за белой стеной там уже Кремль старого Торжка. То есть сейчас там тоже идет стройка. Скоро будем здесь гулять уже по полной программе. Перед нами река называется Тверца. Это главная река старого Торжка. Тверца. Она вытекает из района Вышнего Волочка и впадает она в Волгу в центре Твери. Река Тверца. Налево в сторону Петербурга, направо в сторону Москвы. Вот ваше внимание обратите на противоположный берег. Вот далеке мы там видим с вами храмы, скопление церквей. Увидели вы слева, на том берегу скопление церквей. Это женский монастырь, тоже сейчас он не действующий. Вот именно там появилось золотошвейное мастерство. Получается, на этом берегу мужской монастырь, на том берегу женский монастырь. Ну и вот бывает такое, что мы читаем в некоторых путеводителях, что якобы есть подземный ход отсюда туда. Но это уже, а как очередная такая, наверное, хохма придуманная кем-то. Нет подземного хода, во всяком случае его здесь не нашли. Монастырь женский на том берегу не действующий. Там находится вообще, знаете, какая-то организация, где шьют одежду для тюремщиков. То есть там не шьют золотное шитья, там нету, монастыря там нет. Там другое шьют. Ждем, когда будет восстанавливаться эта обитель женская на том берегу. А вот теперь смотрите, машинки ездят, мостик, и за мостом скопление фонарей. Скопление фонарей. Увидели вы? И такие белые здания около фонариков. Поглядите, поглядите, просыпайтесь. Смотрите. Да, это главное место для торговли торжка. Это не торговая площадь пока еще. Это торговая Тверецкая набережная. Вот там жили купцы, богатые купцы. Там и торговали. Там жизнь кипела постоянно. И мы с вами были уже там. В понедельник сегодня мы просто там прогуляемся. Там мало купцов, там мало магазинов. Но такой легкий антураж, знаете, того времени все-таки присутствует. Тверецкая набережная старого торжка. Вот она прямо перед нами. Кажется, маленькой. Но мы туда приедем, она будет у нас большой. Там как раз кое-что посетите. Я вас могу пригласить. Сколько там у нас свободного времени-то осталось? 15 минут, да, где-то? Ну да. Я вас могу пригласить. Во-первых, подняться на смотровую площадку. Это свечная башня 19 века. Раньше здесь, вот в этой башне, находился архив, библиотека. Городу Торжку 900 лет. Он пережил нападение литовцев, шведов, поляков, немцев и монголо-татар. То есть память в Торжке есть. И вот раньше вот это все хранилось, да, все-все-все мемуары. Все вот в этой библиотеке, в этом архиве. Сейчас этого нет. Но, смотря, площадка зато сооружена. Можно подняться, увидите Торжок, как на ладони. Шесть холмов будете считать. И беленького цвета туалетные комнаты. Ну, они почти 19 века. Будете нас подталкивать. Сейчас как-то мини-фук застрянут. Ну, что поделать, Юля? Ага. Ну, что поделать, Юля? Давай, какие-то красивые. Ты видишь? Ты видишь? Ты видишь? Ты видишь? Ты видишь? Спасибо. Продолжение следует... 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 И надо придумать кондиционер. Первый русский кондиционер придуман львовым. Подавался воздух из подвала в танцевальную бальную залу и через вытяжку уходил наверх. Если нужно было подогреть воздух, то подавался воздух из подвального зала, потом проходил там рядом с печкой и, ну там нагревался он, и опять выходил вот в эту больную залу. Все было продумано. Это все Николай Львов сделал. Потом он сказал, вот вы все строите из гранита, дворцы ваши, да, граниты такие большие, стройте вы из кирпича. Он говорит, ну, вы ему говорите, что это кирпич, это глина, это надо целое производство. А он говорит, зачем вам глина? Берите вы землю и из земли строите. У виска покрутили вновь. А Львов придумал так называемый русский кирпич. То есть это землебит, это спрессованная земля. Из этого кирпича построен целый дворец в Гатчине мальтийского ордена, дворец приорадский. И многие говорят, ну как же так? Этот же дворец из земли, он развалится скоро. Нет, там уникальная технология, рецепт нам известен, и он еще простоит много столетий. Он все тверже, тверже и тверже. Этот дворец из земли. Так что русский кирпич из земли. Земли у нас куча. И вот это все придумано Николаем Львовом. Это все он сделал. Почетный гражданин города Таршка, как мы его называем. А вот еще вспомните, вот это вот здание Часовни Раковины. Чем оно нам интересно? Вряд ли мы видим, что протекает река. И вот когда Островский, автор грозы, приехал... Ну да, там кое-что написано, но не важно, как обычно. Так вот, когда Островский приехал в этот город, это была эндографическая экспедиция. И Островский, автор грозы, тогда он еще не был автором грозы, но он был в этом городе, гулял по городу, ночевал здесь, общался с местными жителями. И так проникся духом, нравами Таршка, что он начал писать здесь свое произведение. Знаменитое, то, что мы читали сами, в 8 или 9 классах. Грозу. Да. И жители Таршка, это буквально действующие лица грозы. А вот даже в советское время говорили, еще бы тут в Таршке такие имена, фамилии и прозвища, которые в грозе были представлены. И вот вспоминайте последний эпизод. Часовня-ротонда на берегу речки. Правда, там была другая речка, не греца. Часовня-ротонда на берегу речки. И стоит Сеселинушка. И гроза. Понимаете, вот сейчас не хватает грозы, не хватает грома. Может быть, сейчас он к нам придет. Это город грозы Островского. Поэтому в школах здесь особенно обращают внимание на это произведение. Маменька во мне души не чаяла. Работы не заставляет. Точно птичка на воде. Катеринушкин монолог. Учили в школе? Молодцы. Все, пойдемте дальше. Катеринушкин монолог. проходите проходите в общем таджики любят свадьбы как мы понимаем да любят любят свадьбы видите они переженились а она потом развелась и вышла вновь замуж да такая ситуация типичную мы сами видим полностью город торжок за вами ильинка ильинская площадь ильинская церковь 18 века вот тут начинается старый старая часть торжка а заканчивается торжок борисоглебский монастырем полностью видим с вами этот город раньше вот эта река тверца покоя вообще не знала не знала вот при петре был приказ движения только в сторону петербурга то есть по этой реке шли против течения туда петербург и не дай бог кто-то по этой сторону москвы ну что строим новый город строим петербург до петра тоже река это покоя не знала потому что вот это и есть участок пути из варяг в греки помните в школе мы с вами изучали читали читали этот путь из варяг в греки заряд беде где он ну все мы видим его на учебниках истории вот тут он и проходил то есть всегда была торговля там кто торгует например с лодки вот так меньше платил налог кто выходил на берег торговал другой налог платил кто дома строил понимаете и прямо торговали на первом этаже этих домиков иной налог платил кто торговал на площади третий налог платил то есть деньги зарабатывали старшки постоянно торжок торговый город единственный в россии город с таким названием новый торг это уникально то есть это город придуманный не просто вот жить живешь там детей рожаешь и так далее это город приема и придуманный для бизнеса для торговли понимаете все всему глава торговля вот на том берегу например аптекарский парфюмерный магазин и этот магазин стоит у девятнадцатого века и тут раньше тоже была аптека и магазин парфюмерии назывался парфюмер я еще помню не смысле не я не девятнадцатого века я помню а 17 лет назад такая была вывеска парфюмер вот так вот дальше левее дом двухэтажный и такой мезонин в углублении это уже видите так пожелал купец себе свое время построить в таком духе это здание купеческий особняк типичный того времени правее посмотрите в неорусском стиле можно увидеть домик красный кирпич белая промазка никакой штукатурки нет вообще полностью видим сами вот чистый образец неорусского стиля еще кое-что я вам покажу так и резко-торговая наглядь вот теперь смотрите на холме наверху труба и крыша такая страшная да вот это им не почта не просто какой-то почтовый стиль а это остатки ну буквально остатки императорского дворца екатерины велика да для нее был построен дворец на холме панорама была великолепная и вот так сложилось что этот дворец хотели отреставрировать свое время но там выделили миллионы как обычно куда-то они ушли в другие там места потом выделил банк какие-то деньги всемирный банк развития потом тоже не год идея потом еще один банк выделил деньги обанкротился короче говоря ни конца ни края нет деньги столько выделено караул в общем стоит дворец без окон без дверей на самом деле реставрировать его собираются но приехала сюда комиссия изучали дворец и либо его сейчас и ставят сегодня либо уже его перестраивать на самом деле там перекрытия все уже все там первый второй этаж он сплошняком то есть императорский дворец потихонечку мы утрачиваем великому сожалению он не в виде ни города он в виде никакой то организации не понять какой вот такая ситуация вот это вот некая плачевное место в старом торжке да мы верим что его отреставрируют чтобы все великолепные богата вы были в городе валдай да вот центре валдая около тоже храма львовского круглого где музей колоколов там тоже стоит длинное здание длинное здание на холме тоже вот без окон без дверей такое тоже великолепное здание это тоже дворец тоже дворец но хозяин живет в италии ему глубоко наплевать что там у него в городе валдай в россии какой-то дворец вот поэтому стоит он без окон без дверей такая ситуация и вышневолочке есть дворец а вот в твери дворец полностью отреставрирован полностью тоже думали что все караул крах но его отреставрировали да быстро и вот реставрировали так что это тоже отреставрируют мы сюда приедем через вот смотрите сейчас а сколько у нас времени двадцать 05 это через семнадцать это вот дворец или что дворец а вот там его почти не видно так и но Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok 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 Также девушки получили bucks Диплом Третьей Степени назначен на VDNH Хотя не у кого музыкального образования не было Как говорится, талантливый человек талантлив во всём Неоднократно раз поступали заказы от Ленфильма и Мостфильма. Нарезку из этих фильмов мы с вами можем видеть на экране. А мы обращаем ваше внимание на сказочное панно «Каменный цветок». По мотивам сказок Божова «Малахитовая шкатулка». Будьте здоровы! Это панно участвовало в конкурсе «Молодые дарования». И получили первое место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова